В Ульяновской области продолжается сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. В Ульяновске открылся еще один пункт приема благотворительной помощи по адресу улицы Лева Толстого, 58. Многие предприниматели обращаются к нам со своими индивидуальными предложениями. У кого-то есть товары, у кого-то есть услуги, которые они могут предложить нам в качестве помощи. Также многие говорят о том, что они хотели бы подключить свои рабочие коллективы для того, чтобы целенаправленно оказать помощь, которая действительно необходима. Потребности переселенцев ежедневно меняются, поэтому и списки нужных вещей всегда разные. Нами совместно с коллегами из бизнеса организован пункт сбора сборных грузов, простите за тавтологию, исходя из которого как раз будут отправляться поочередно конвои в Ростовскую область. Этот пункт сбора находится на территории компании ВАВС по адресу 42-й проезд инженеры, дом 14. Можно привозить как туда напрямую любые товары, продукты, питание. В целом по Ульяновску гуманитарную помощь от физических и юридических лиц принимают еще в пяти пунктах, расположенных по адресам Ленина 146, Гагарина 1, Краснопролетарская 9, Якурнова 32 и Льва Толстого 58. Мы планируем с вами 1 марта отправить порядка 6-7 фур с гуманитарным грузом на территорию как раз Ростовской области, там где массово размещены, собственно говоря, граждане, которые покинули территорию Украины, с тем, чтобы до них довести эту гуманитарную помощь. Мы также объявляем с вами такое мероприятие, пока не знаю, можно ли назвать его акцией, но, наверное, мероприятие по сбору добровольных пожертвований финансовых с точки зрения, с тем, чтобы тоже можно было оказать необходимую помощь, ну, уже там, наверное, на месте. В Ульяновске находится около 700 вынужденных переселенцев из республик Донбасса. Среди них 305 человек несовершеннолетние. Пунктами временной дислокации вынужденных переселенцев являются гостиницы и отели областного центра. «Венец», «Волга», «Октябрьская», «Авиатор», «Аура», «Итиль», «Бест», «Абажор». Зампред правительства подчеркнул, что медицинская помощь всем приехавшим оказывается бесплатна. Все граждане находятся под амбулаторным наблюдением в медицинских учреждениях подведомственных Минздравов у Ульяновской области. Все несовершеннолетние лица двукратно были осмотрены педиатром. Передвижные флюорографы установили около гостиницы «Волга» и «Венец». Кроме того, люди проходят медосмотр в поликлиниках города. По словам министра семейной демографической политики Анны Тверсковой, подготовлено 301 заявление, в которое внесены расчетные счета. Они будут выданы законным представителям детей, которые будут получать на них выплаты детские пособия. Оставшиеся 17 человек, на них будут открыться счета после возвращения в пункт временного пребывания. Они сейчас находятся в больнице. В социально-реабилитационном центре «Открытый дом» у нас сейчас находится 7 человек. 5 ребятишек – это те, у которых родители или опекуны были госпитализированы в лечебные учреждения. И 2 ребёнка, которые изначально прибыли без попечения родителей. Принято решение, что более 180 детей из республик Донбасса будут обучаться в школах Ульяновска. Их будут подвозить к школам на специальных автобусах. Кроме того, детей обеспечат учебниками и питанием. Около 50 детей дошкольного возраста по согласию родителей будут посещать детские сады. А пока с детьми помогают заниматься волонтёры. Добровольцы осуществляют доставку сформированных комплектов в пункты временного размещения, а также проводят небольшие культурные мероприятия и помогают в ПВРах. В оперативном режиме работает чат по взаимодействию и координации волонтёров и оперативной реакции на все запросы. На сегодня, согласно составленному списку предметов первой необходимости, основную потребность составляют верхняя одежда, обувь, лекарственные препараты, гигиенические принадлежности, канцелярские товары и бытовые принадлежности.